Привет! С вами снова Ольга и в этом видео уроке, как я и обещала в прошлых видео, я вам покажу, как связать вот такой вот бактус для куколки Лали-Лала. Вяжется он очень просто. Вязала я его спицами. Если хотите похожий вариант, но в крючке, обязательно пишите об этом в комментариях. Крючком такой бактус также можно связать. И в этом видео я вам подробно расскажу, в каком месте делать прибавления, сколько этих прибавлений. И вот такой вот бактус у нас с вами получится. У меня на канале уже есть мастер-класс по изготовлению кисточек, поэтому кисточки в этом уроке мы делать не будем. Я вам оставлю ссылочку, по которой можете перейти и посмотреть, как сделать кисточки, если вы не знаете, как их делать. И вот такой вот бактус мы с вами свяжем сегодня. И давайте посмотрим на размеры. Я вязала бактус для куколки Лали-Лала и буду говорить размеры без учета кисточек. В не сильно растянутом положении мой бактус длиной 47 см, но это не натянут. Еще мы берем в расчет то, что бактус сам по себе тянется и достаточно хорошо тянется. Плюс еще длинная кисточек, то есть в принципе сильно такой вот длинный для куколок Лали-Лала он не нужен. По пряже. Вязать его можно из любой пряжи, любыми спицами, абсолютно на ваше усмотрение, что есть под рукой. Я вязала из такой же пряжи, которой я декорировала куколку. Это ярнарт джинс и такой вот розовый цвет. Решила я сделать в одном цвете, в одном таком цвете куколку и бактус. Мне кажется, очень мило получилось. Ну что ж, давайте уже скорее начнем вязать. Итак, для вязания нам с вами понадобится пряжа нужного вам цвета, спицы, игла и ножницы. Итак, пряжа у меня ярнарт джинс, у меня есть моточек, это немножечко другой цвет. Мы посмотрим на метраж. Здесь в 160 метрах 50 грамм. И производитель, что здесь у нас рекомендует? Плохо видно. Производитель рекомендует спицы номер 3,5. Я вязала на спицах номер 4. Поскольку мне не нужен был сильно плотный бактус, я на четверочке вязала. Мне этот размер вполне подошел. Поскольку вязание у нас идет платочной вязкой, то есть все петельки у нас лицевые плюс кромочные, то, не знаю, я связала образец на 3,5, на 4, разницы особо не заметила. И связала в итоге бактус на номере 4. Но можете номер спиц выбирать самостоятельно. Это влияет только на толщину петель. То есть подбирайте спицы по вашей пряже, используйте те спицы, которые у вас есть под рукой. У меня это спицы номер 4, чулочные. Можно вязать круговыми, здесь на ваше усмотрение. Также нам нужна иголочка, ножницы. Ну и давайте уже перейдем к вязанию. Для вязания, для нашего бактуса, мы с вами набираем на одну спицу петельки. Используем обычный наборный край. Оставляем такой вот небольшой кончик, сантиметров 20, для того, чтобы в дальнейшем нам хватило еще места пришить кисточки. То есть кончик такой подлиннее оставляйте, сильно не жалейте ниточку. Делаем обычный наборный край, под ниточку вводим спицу и вывязываем первые петельки. Всего нужно набрать 4 петли. 2 петельки, следующая петля 3 и еще 1 петелька 4. Видите, мы начинаем вязать с 4 петель. Дальше мы с вами будем делать прибавления в каждом четвертом ряду. И сейчас мы начинаем вязать первый ряд. Все петельки вяжем лицевыми. Первую петлю кромочную всегда снимаем. В первом ряду тоже ее будем снимать. Дальше вяжем лицевые петельки. Первая, вторая. И у нас осталась одна петелька кромочная. Ее вяжем изнаночной бабушкиной. Мы с вами связали первый ряд. Следующий ряд, второй, также вяжем 4 петли. Первую снимаем. Две следующие петельки вяжем лицевыми. И последняя петля изнаночная бабушкина. При этом старайтесь первую и последнюю петельку, когда провязали, ниточку подтягивать так, чтобы она на спице у вас была максимально плотна. При этом край изделия будет более ровный. Второй рядочек связали. Теперь начинаем вязать третий. Первую петлю сняли. Вторую провязали. Третью провязали. Последняя петля изнаночная бабушкина. Кромочная петелька. Ниточку подтянули. Начинаем вязать четвертый ряд. И в этом ряду мы с вами делаем прибавление. Каким образом мы его делаем? Мы первую петлю снимаем. Дальше вяжем одну петлю лицевой. И теперь мы делаем прибавление. Прибавление можно делать двумя способами. Можно просто накинуть ниточку с крещенной петелькой на спицу. Еще раз. Вот так вот сзади за ниточку подводим спицу и подтягиваем. Вот мы с вами набрали петлю. Можно вытянуть ниточку из протяжки предыдущего ряда. Одеть ее на спицу. И провязать лицевой скрещенной. Способ прибавления петель выбирайте самостоятельно. Я вязала петельки с накидом. То есть я делала скрещенный накид. И все петельки прибавляла именно таким способом. При этом тот способ, которым вы выберете изначально, им нужно будет вязать полностью все прибавления. Итак, мы с вами сделали одно прибавление. И следующие две петельки до конца ряда довязываем. Одна лицевая и одна изнаночная бабушкина. Подтянули последнюю петлю. Поворачиваем. Мы связали четвертый ряд. Теперь начинаем считать опять с первого ряда. Итак, первый ряд. Первая петелька. Вторая петля. Мы довязали до нашего накида. Его нужно провязать скрещенным. Мы вводим спицу за правую дужку. И вывязываем лицевую петлю. При этом смотрите, какая у нас плотная петелька получилась. Это для того, чтобы в нашем с вами бактусе не было дырочки. Следующая петля лицевая и последняя изнаночная бабушкина. Вяжем кромочную. Второй ряд. Все петельки провязываем лицевые. Кромочная 3 лицевые. Первая. Вторая. Третья. Изнаночная. Подтянули. Третий рядочек вяжем. Кромочная. Первая. Вторая. Третья. Изнаночная. Четвертый ряд. И нам с вами нужно делать прибавление. Снова первую петельку снимаем. Вторую петлю за кромочной всегда провязываем лицевой. И после вот этой лицевой петельки делаем прибавление. Скрещенное. И до конца ряда вяжем 2 петельки лицевыми и кромочная. Мы с вами связали четвертый ряд. Следующий ряд снова у нас первый. Снимаем петлю. Провязываем все петельки лицевыми. И накид провязываем за правую дужку. Снова 1 лицевая и кромочная петля. Следующий ряд, второй, вяжем все петельки лицевыми. Третий ряд. Также провязываем все петельки лицевыми. И в четвертом ряду нам с вами нужно будет делать прибавления. Здесь смотрите, чтобы не запутаться. Можно отметить каким-нибудь маркером или ниточку повесить на тот край, по которому у вас идут прибавления. Но лучше, конечно, каждый ряд просчитывать в любом случае и стараться не сбиваться и делать прибавления только с одной стороны. Итак, у нас с вами четвертый ряд и снова делаем прибавления. Первую петлю снимаем как кромочную. Следующая петля провязываем лицевой. Делаем прибавление. И до конца ряда вяжем лицевые петельки. Мы связали четвертый ряд. Смотрите, в рядочке у нас с вами стала первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, семь петель. И таким образом я буду вязать, прибавляя в каждом четвертом ряду одну петельку. По счету она с вами идет у нас третья за кромочной петлей. То есть мы одну прибавочку делаем вдоль одного края моего бактуса и до тех пор, пока на спице не станет 20 петель. Это вместе с кромочными. То есть всего 20 петелек. Вы можете прибавлять больше, можете меньше. Это уже зависит от вашей плотности вязания, от той игрушки, для которой вы делаете этот шарфик, от спиц, от пряжи. То есть очень много факторов, которые влияют на количество петелек в ряду, на ширину вашего бактуса, на длину бактуса. То есть здесь все зависит уже от того материала, которым пользуетесь вы. Я буду вязать до тех пор, пока у меня на спице не станет 20 петелек. Сделаю последнее прибавление. Когда 20 петелька будет, провяжу еще 3 ряда и вернусь к вам. Ну вот, я связала до убавлений. У меня получилось 33 изнаночные дорожки. Если вот эти вот изнаночные рядочки все посчитать, то их 33. И в ряду у меня 20 петелек. Это с учетом кромочных петель. И теперь мы с вами начинаем делать убавление. Я, получается, сделала прибавление вот здесь вот и провязала 3 ряда. То есть сейчас я вяжу 4 ряд. И мы с вами делаем убавление. Первую петельку также мы с вами снимаем. И вторую петлю провязываем. 2 следующие петельки провязываем за правую дужку. То есть заводим спицу за вторую петлю. И провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. И дальше вяжем лицевыми петельками. Мы с вами сейчас связали 4 ряд нашей с вами секции. Следующие рядочки. Первый, второй, третий вяжем просто лицевыми петельками. Последняя петелька у нас с вами изнаночная. И первую петлю снимаем как кромочную. Здесь все как обычно остается. Сделаем точно так же, как делали прибавление, только делаем убавление. Сейчас я свяжу первый, второй, третий ряд. Здесь у нас петелька, которую мы с вами убавили, она провязывается как обычная петля. И таким образом мы с вами делаем убавление так же в каждом четвертом ряду. Видите, вот она петелька с убавлениями, я ее уже провязала. И последняя петля изнаночная. Ну вот я связала третий ряд, теперь у меня начинается четвертый. И снова в четвертом ряду мы делаем убавление. У меня это второе убавление по счету. Первую петельку снимаем, вторую петлю провязываем. И две следующие петельки провязываем вместе за правую дужку. И до конца ряда вяжем лицевые петли. Следующие три рядочка вяжем просто лицевыми петельками. Таким образом мы с вами будем вязать до тех пор, пока на спице у нас не останется 4 петли. Свяжите эти рядочки. У вас их может быть больше, может быть меньше. Это зависит от желаемой длины бактуса, от желаемой ширины бактуса и в то же время от пряжи. То есть если у вас ниточка более тонкая или спицы более тоненькие, то соответственно вам нужно будет связать побольше или подлиннее. То есть от игрушечки также зависит, для которой вы вяжете этот шарфик. Вяжем до тех пор, пока не останется 4 петельки на спице. И возвращайтесь ко мне, я покажу как закрывать петельки. Ну вот, у меня на спицах осталось 4 петельки. И когда я сделала последнее убавление, я провязала еще 3 ряда. И теперь мы с вами закрываем петельки. Как мы это делаем? Первую петлю я снимаю. Вторую петельку провязываю лицевой. Петельки вяжем свободно. И перекидываем первую петлю на вторую. Следующую петельку провязываем лицевой. И перекидываем первую на вторую. И последняя петля ее провязываем лицевой. Перекидываем первую на вторую Теперь вводим спицу за правую дужку Вот таким образом Захватываем ниточку рабочую И вытягиваем нить Здесь мы с вами ниточку обрезаем И оставляем небольшой хвостик Для того, чтобы нам в дальнейшем пришить кисточку И эту ниточку спрятать Вытягиваем через петлю И подтягиваем узелочек И вот такой вот бактус Для нашей куколки В моем случае это кукла Лали Лала У вас это может быть какая-то другая игрушка У нас с вами получился Нам осталось сделать кисточки Видео на то, как я делаю кисточки У меня отдельное Можете перейти по ссылочке И сделать такие кисточки И покажу сейчас, как мы их сюда закрепляем Итак, у меня готово две кисточки И сейчас мы их с вами будем пришивать И закреплять на нашем бактусе Вставляем иголочку в свободный конец нити Неважно с какой стороны Теперь берем одну из наших кисточек И что делаем? Продеваем эту ниточку через петельку Которую мы с вами закрепляли То есть вот она идет Видите, вот эти петельки у нас с вами идут горизонтально А вот это вертикально И мы вот так вот продеваем иголочку Через вершину нашей кисточки Здесь я буду пользоваться плоскогубцами Сколько иголочка не выходит сама И небольшой вот такой вот хвостик оставляем Я дальше вкалываю иголочку в крайнюю петельку Моего бактуса Вот этого ряда первого И вывожу эту иголку в обратном направлении То есть в том же самом месте, но в обратную сторону Такие вот ниточки у нас с вами получаются Теперь несколько раз я обкручиваю Вот этой ниточкой Таким вот образом Вывожу вот эту иголочку Через намотку, которую только что сделали Делаем это очень аккуратно Подтягиваем все ниточки И саму вот эту иглу вывожу внутрь кисточки Аккуратно все вытягиваем Стараемся, чтобы кисточка при этом не была перетянутая Вершина кисточки нашей с вами Сильно не тянем И обрезаем вот этот хвостик до нужной нам длины То есть так, чтобы его было незаметно в кисточке И все, наша с вами кисточка на бактусе закреплена Делаем то же самое с другой стороны И вот такой вот бактус для моей куколки у меня получился Я надеюсь, что этот видео урок вам понравился Что вам здесь было все понятно Если какие-то вопросы остаются Обязательно спрашивайте в комментариях Делитесь с друзьями в социальных сетях Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал И всем спасибо И пока-пока До новых встреч До новых встреч